Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире два гостя. Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор» и Алексей Краснов, депутат Самарской областной губернтской думы. Сегодня мы поговорим о роли законодательной власти, о том, насколько хорошо исполняет свои обязанности в условиях самоизоляции и чем может окончиться введение удаленного режима, в частности, в Самарской губернтской думе, но, насколько я знаю, в других думах тоже такие инициативы есть. Первый вопрос Дмитрию Еловскому. Как вы думаете, какова роль депутатов в жизни простых избирателей? Зачастую они просто не знают, чем они занимаются. Происходит такой немножко раскол в головах. С одной стороны, граждане подстудно чувствуют, что решение принимает один человек, глава государства. С другой стороны, есть запрос, очень такой глубокий, на то, чтобы люди принимали участие в выработке и принятии решений. Но этот запрос у наших людей не оформлен. То есть, вроде как он есть, а какой механизм для этого должен быть, люди не понимают. Механизм есть, и он, в принципе, известен при политической демократии, представительной демократии, но так как у нас традиции использования механизма нет, то нас постоянно мотает от такой полуанархии в политическом управлении до жесткого тоталитаризма. Поэтому и отношение такое к депутатам. Люди не понимают, зачем они нужны, хотя, в принципе, там ответ на поверхность. Роль депутата очень простая. Когда обсуждается то или иное решение, депутат должен высказаться, представить мнение своих избирателей. Просто прийти и сказать, мои избиратели считают, нужно решать так. И, соответственно, большинство депутатов высказывает таким образом и побеждает мнение большинства. Механизм простой, нет традиций его использования. На самом деле, большая проблема нашего общества, которая вроде бы стала жить по другим законам, но на самом деле, чтобы жить по другим законам, нужно было поменять сознание хоть чуть-чуть, или научиться его поменять. Но этого не произошло. Депутаты — это такое слово в России ругательное. Да. Да. Поэтому, несмотря на то, что я депутатка ПРФ, у меня хорошие отношения с моими избирателями, и я знаю, что они ко мне хорошо относятся. Но, когда я попадаю в безотносительно конкретных личностей, вот в это поле общественных каких-то отношений, я сразу вижу то, что депутат — это слово ругательное. И происходит это именно из-за того, что у нас, собственно говоря, нет никакого ни правового, ни социального просвещения граждан, во-первых. А во-вторых, основные знания людей об обществе, о государстве, об отношениях социальных, к сожалению, формируют уже даже не средства массовой информации в полном таком старом смысле этого слова, а медиа, а это интернет в связке с телеканалами. И там в основном все перестроились на такое понятие, как рейтинг, если мы говорим о терминах, или хайп, если мы говорим о мемах и словах, которые люди употребляют. И в этом плане, конечно, хайпово или рейтингово говорить о том, что депутат — это человек, который непонятно чем занимается, но он хорошо живет при этом. Скорее всего, орует. И у людей вот этот вот тренд, он совершенно жестко закрепился, и теперь этот тренд, он эксплуатируется, так скажем, силами, которые стремятся уничтожить эту представительскую власть. Избиратель представляет функцию депутата немножко по-другому, не так, как на самом деле депутат представляет свою функцию. Избиратель, у него есть некий рейтинг. Первое, зачем нужен депутат, это защитить избирателя от какого-то зла, такого простого, от какой-то проблемы избирателя. То есть, например, обидела управляющая компания, не сделала правильно, хорошо капитальный ремонт, крыша течет, вот звонок депутату, приходите, разберитесь. В этом плане у избирателя депутат — это какой-то человек, который обладает какими-то большими полномочиями, чем сам гражданин, который вхож в властные структуры и может решить проблему избирателя. На самом деле, конечно, нужно вести и работу, и объяснять людям, то, что самое главное, ради чего они выбрали депутата, это принятие правильных законов. Мы работаем над тем, чтобы законодательство нашей страны было обращено к простым людям лицом. А интересы, ну, например, крупного капитала, или интересы государства как бюрократические машины, или интересы каких-то других структур уже уходили на второй план. Вот это самое главное наше время. Вторая функция — это, конечно, функция контроля над другими ветвями власти и вообще функция контроля, которой наделен депутат. Депутат имеет доступ, достаточно большой доступ к информации, хотя, конечно, сейчас происходит наступление на наши возможности в получении информации или, например, в диалогах, да, то есть нас ставят ниже, постепенно нас принижают, чтобы мы не могли вести этот диалог и контролировать на равных, ну, например, исполнительную власть, да, или судебную власть мы вообще не можем никаким образом контролировать. И в этом смысле вот этот вот контроль, да, депутат, он может его осуществлять. Это вторая функция. И третья функция депутата — это непосредственно вот эта вот точечная или неточечная помощь гражданам, когда нарушаются их законные права. Ну, в первую очередь, конституционные права. Люди выбирают своих представителей, доверяют им право от их имени принимать решения по тем или иным вопросам. Какой именно список этих вопросов, все зависит от конкретного государства, от конкретной политической системы. К примеру, в Российской Федерации круг вопросов не ограничен. И, в принципе, депутаты Государственной Думы могут протестить по любому вопросу, касающемуся жизни страны, принять то или иное решение. А в реальной ситуации в России все очень просто. У нас просто традиции представительной демократии. Нет, мы не умеем в этом режиме жить. У нас не сформировалась эта традиция. В Европе она сформировалась 800 лет. В России она сформировалась, дай бог, 30 лет. И нужно как минимум 2-3 поколения спокойного развития такой системы, чтобы в конце концов она куда-то развивать. Поэтому у нас люди не понимают, зачем нужны депутаты. Потому что они, в принципе, не имеют представления о том, что вообще-то в демократическом режиме именно люди являются источником принятия решений. Именно люди формируют то или иное решение. Мы живем в другой, мы привыкли к другой политической системе. Она сформировалась в нашей стране точно так же очень давно. Ей там под тысячу лет. Она у нас персоналистская, достаточно тоталитарная. И у нас генетически фактически мы привыкли к тому, что мы доверяем одному человеку, рукой для государства, рукой для региона, рукой для города, принятие решений за нас. Второй вопрос. Наверное, он вытекает из первого вопроса. Сейчас в режиме самоизоляции очень многие законодательные органы перешли на какой-то удаленный режим работы либо исчезли из эфира вообще. При этом у нас работают магазины. И, например, по факту получается, что социальная значимость продавца из условного ритейла выше, он нужнее, чем депутат. Это какая-то странная ситуация, наверное. Ну, в целом-то нет, потому что те решения, которые касаются того или иного сообщества, там, будь это город и жители города, да, или там регион, или поселок. В принципе, они требуют, их не требуется принимать часто. То есть, в общем-то, эти решения должны происходить каждый день. Это государственная дома у нас стампует, только на проекте не прерывается. Надо иногда. Но, по большому счету, уже для уровня региона достаточно раз в месяц собираться, чтобы принимать действительно важные решения, которые касаются всех. Вот. И поэтому здесь сложно сравнивать с продавцами в магазине разные вещи. Продавец в магазине – это повседневная ваша жизнь, когда вы идете и покупаете продукты. А принятие решения о бюджете – это происходит раз в год. Потом это решение, по идее, влияет на всех людей в данном конкретном регионе. Поэтому то, что там сейчас депутаты уходят на самоизоляцию, по большому счету, это не должно было бы влиять на качество принятия этих решений. Эти решения можно принимать удаленно. Но тут есть один сложный момент. Сельхиевская демократия требует достаточно глубокого понимания вопросов. Вопросов много, они разные. Депутаты часто, особенно региональных парламентов, работают на неосвобожденной основе, они не могут глубоко погрузиться в вопрос. Для того, чтобы им глубоко в него погрузиться, разобраться в нем, им дискуссия и нужна. Нужно послушать все стороны, те, кто за, те, кто против, специалистов, экспертов и так далее. И вот это делать удаленно очень сложно. Дискуссия нужна не ради дискуссии, потому что в каждом, ну, отчасти поэтому, но она нужна для того, чтобы разобраться в вопросе. А в итоге получается такой диктат профессионального меньшинства, когда несколько депутатов в вопросе разбираются, они выносят вопрос на решение всех остальных, никто ничего не понимает, и голосуют в соответствии с партильной дисциплиной. Да. Вот так как картинка создается, и создается она намеренно. У нас работают врачи и медсобства. У нас работают банальные продавцы гипермаркетов, то есть продуктовых сетей, супермаркетов и так далее, которые осуществляют функцию экономическую. Да, то есть они инфраструктурную функцию выполняют, то есть обеспечивают гражданам питанием и так далее. Да, это важно. Но если при этом говорить депутату о том, что вот, а ты сиди дома и не приходи в Думу, потому что вот тут коронавирус, у меня возникает вопрос. То есть, получается, я, депутат Самарской губернской думы, человек, которого избрали тысячи людей, десятки тысяч людей, чтобы я представлял их интересы во власти, я должен сидеть дома и принимать решение, не имея возможности задать вопросы представителям министерства, задать вопросы прокуратуре, задать вопросы коммерческим представителям коммерческих организаций, которые могут быть приглашены на комитет. Я не могу в данном случае в виде заочного заседания задать вопросы даже депутатам другим и посоветоваться с ними. То есть я должен отстраниться, то есть по факту отстраняюсь не только я, но и все мои избиратели, и должен какую-то там поставить галочку и подписаться в каком-то протоколе, согласившись или не согласившись по каким-то вопросам. Странная ситуация, хотя мы, как я считаю, и как я написал в своем обращении, депутат, наоборот, у нас повышенное социальное обязательство перед нашим избирателем. И мы просто обязаны принимать участие очно. Федеральная власть стремится просто-напросто нивелировать, то есть обесценить, а в итоге, скорее всего, убрать вообще представительский, институт представительства. То есть институт, сами думы, депутатов и вообще местное самоуправление как таковое. Если губернские и городские думы переведут на удаленную работу не только в связи с режимом самоизоляции, а в общем-то оставят этот формат в дальнейшем, приведет ли это к снижению роли законодательных органов и усилению роли исполнительной власти? Ну, у нас так устроена система власти, что снижать роль законодательных органов особо-то некуда. Она и так очень низкая. Об этом мы как раз вначале и говорили. И тут есть другой момент. Когда исполнительная власть начинает принимать очень много решений самостоятельно, в ситуации кризиса, в ситуации какой-то там экс-родинарной, чрезвычайной ситуации и так далее, то на нее ложится вся ответственность за принятые эти решения. И то, что будет, на мой взгляд, происходить в ближайшие полгода-год, это как раз снижение авторитета исполнительной власти. Потому что как ты не принимаешь решения, в каком бы кризисе ни находился. Ну, то есть в кризисе, какие бы ты решения ни принимал, половина будет неправильной. Потому что кризис – это такая ситуация, при которой вы, в принципе, не понимаете, что делать. Потому что кризис. Вот. И это нормально. И то, что исполнительная власть сейчас практически таким образом выходит на первый план, ударит по ней, а не по депутатам. Более того, я скажу, что в случае с депутатами в нашей стране, в ситуации кризиса, вообще, ну, во властных конфигурациях, чем меньше депутаты отвечивают, тем больше будет расти их авторитет. Так, к сожалению, устроена жизнь. То есть тем больше сейчас исполнительная власть будет принимать решения, которые часто жесткие, часто неприятные для граждан, тем больше она будет набирать не всегда негатив от граждан. А потом придут депутаты и скажут, ну, мы-то в этом не участвовали. Да, мы же не голосовали. Мы же-то не голосовали. Мы в этом процессе. И как бы это, особенно для депутатов оппозиционных, это развязывает руки сейчас, потому что они могут, в принципе, никто не мешает им вести работу с избирателями онлайн совершенно, высказывать эти критические замечания по отношению к действиям исполнительной власти. А учитывая, что исполнительная власть сейчас генерирует невероятное количество противоречивых часто, не очень приятных для граждан решений, вот, то в этой ситуации как раз у оппозиционных депутатов есть очень хороший шанс нарастить себе рейтинг и доверие своих избирателей. Рейтинг все наоборот. В России выстраивается тоталитарная система. То есть для любой тоталитарной системы свойственен один признак. Это отсутствие альтернативного мнения, подкрепленного какой-то силой, ну, альтернативной силой, альтернативным ресурсом. Здесь мы видим совершенно четко, да, то есть выстраивается, сначала выстраивалась вертикаль исполнительной власти, мы помним, да, это было совершенно официально, а теперь мы видим, как исполнительная власть абсолютизируется, а представительская власть, да, то есть депутатский корпус, местное самоуправление, оно уничтожается. Постепенно, по кусочку, не сразу, чтобы это не вызвало какие-то вопросы, да, со стороны общественности или какое-то ярое недовольство, здесь варят лягушку, как в той известной притче, да, варят ее на невысоких температурах или отпиливают, как в менеджменте, есть понятие, да, есть слона по кусочкам, по бифтекстам, да, то есть большая цель достигается постепенными шажками. И вот эти постепенные шажки, мы их же видно, мы их видим, то есть отмена выборов мэров, затем критика самого института депутатского, да, то, что это люди непонятно, чем занимающиеся, вспомните все эти справедливые, они справедливые мемы, да, то есть Госдума бешеный принтер. Да, то есть в Госдуме у нас депутаты, это певцы, танцоры, спортсмены, да, но нет людей, профессиональных юристов, то есть предстает вот такая антитеза, с одной стороны правительство, которое состоит из неких профессионалов, которых подбирает, так скажем, Кабмин, да, и депутаты, которые попадают непонятно как, непонятно откуда, непонятно чем занимаются, и у народов, да, у граждан России воспитывается вот это вот неприятие представительской власти. Хотя только и именно депутаты могут составить альтернативу и защитить гражданина. И депутаты, в данном случае, особенно от оппозиции, это альтернативная сила, которая не дает обществу скатываться в тоталитаризм. Спасибо.